Друзья, если вы захотите уехать из Куала-Лумпура на автобусе с этой станции, в Куала-Лумпуре есть несколько мест, откуда можно уехать на автобусе на Пенанту. Почему на автобусе? Потому что мы хотели ехать на поезде. Я вчера удачно съездил на Railway Station, Кел Централ, и, к сожалению, в продаже билетов по отсутствию уже их нет. Автобусы вводят с станции, которая находится между Куала-Лумпуром и аэропортом. Это основная большая станция, но мы выбрали именно эту станцию, потому что она находится рядом с другим Бинтанком. Нам для этого ехать было 5 минут. На такси это стоило 5 ринггит, и стоимость билета составила с учетом там зайти. ДАКСов, там и прочего, то есть 160 ринггит, плюс дополнительно за распечатку билетов здесь берут еще пару ринггитов с каждого билета. Сколько время? Сколько нам осталось до автобуса? Полчаса. Полчаса до автобуса. Автобус будет. Офигеть. А в автобусе я расскажу, куда мы едем. Ребят, спустя где-то полтора часа с момента начала пути начались какие-то необыкновенные пейзажи. Видите, как бы вы слышали? Просто. Как вот мы были на островах. Да. Как они называются? На Биби. В Таиланде. Да, да, у меня бы сразу. Вот, очень похоже. Смотрите. Ну это не острова, еще это не на материке. Очень. Ну, здесь не показательно. Мы уже проехали такие вещи, как бы такие красивые горы. Ну-ка, вот примерно вот как там. Видите, просто какие-то шары, какие-то непонятные. Такие формы гор очень интересные. Мы переезжаем с Туалу-Лумпура, столица Малайзии, на остров. На автобусе. На автобусе на остров Тенна. Представляете, как круто? Я даже не знала, что можно таким образом переехать. Давно было, чтобы были там. Дело в том, что доселе, известный мне метод попадания на остров Теннан, был только на самолете. И хотя лететь недолго, не более часа. И билет стоит очень дешево. Можно даже рублей за 700, да, купить билет. Но это все равно аэропорт, это взлет, это посадка. Это очень много времени. Да. И, честно говоря, были большие сомнения. Ну. Ну и давай начнем с того, что решили мы ехать день в день. Как бы, ну а день в день и ехать. Как всегда. Мы всегда решаем ехать день в день. Ну, в общем, решили и решили. И мы 4,5 часа должны будем провести в автобусе. И попадем прямо на остров, по мосту. Также можно попасть на самолете, можно было попасть туда на поезде, можно было на пароме. Ну, в общем, очень много способов попасть на остров Пинан. Ну, что уж там делать, что там смотреть, стоит ли он в доме этой поездки. Об этом мы будем вам сообщать по факту. Потому что по традиции заведенная у нас, негласная, но всем известная, мы ничего не знаем об острове Пинан, ничего не читали. Но картинки красивые видели. Ну что, мы едем на остров. Смотрите, по мосту море, не знаю, видно, не видно. Погода, конечно, дрянь. Ну, вид прикольный. Слушай, ну мы так подумали, что это так. Ну, знаете, вот остров такой. Остров, пальма и море. Песок, пальма и пляж. Фигов там. Куала-Лумпур номер 2, только поменьше. Ты что, расстроена? Да, я расстроена, меня вон ухи. Хотела пляж, а дали Куала-Лумпур номер 2. Нет, я сказал, поехали, накупаешься. Нет, я сказал, поехали на остров. Нет, ты будешь кубать. А ты себе вообразила, что это пляж. На самом деле я не знал, я не знал, что такое Пинан. Тём, ты в курсе, мы приехали уже? Вот, смотри, там речка, и на речке, по-моему, люди живут прямо. Домики и кораблики. А я вот думаю, что это магазин, я по-моему. Очень большой, правда. По дам мы заселились. Заселились, не знаем, куда, какой-то отель привез таксист. Цены одинаковые, находимся, мы не пойдем на где. Пинанк обещал быть утром, а вон продолжение Куала-Лумпура, короче, пока святения чувств. Да, но есть вода. Отель 2800 стоит в сутки. Давай, мы выгоняем уже, они очень много рассказывают. Видят русские люди, надо объяснить, вот тапочки, вот туалет. Короче, пару ночей мы взяли здесь, сейчас будем смотреть какое-нибудь нормальное место, чтобы переехать. Хотя, зачем, тут лучше всего ненадолго, здесь есть что посмотреть. Да, мы немножко не ожидали, что будет именно все так, вот. Ну, я думаю, что посмотрим, долго тут не задержимся. И что-нибудь интересное по-любому тут найдем и уже куда-нибудь дальше. Ну что, друзья, отправляемся мы на... Куда? Куда, куда, куда? Мы пойдем в Гаджа, в Пинанку, который нас встретил ливнем. Ну, не тот шанс, что касается пляжей и так далее. Пойдем в старый город. И единственное место, которое привлекло наше внимание, скажем так, учитывая то, что мы не знаем город. Да, от слова армянский. Арменин стрит. Туда и направимся. А что? От слова армянская кухня, мне бы. Как я надеюсь. Нет, говорят, армяне там больше не живут. От нашего места нахождения ехать туда на грабе составит... Не вижу, сколько минут, но 10 ринггит. Вот, кстати, где-где, а в Малайзии вообще никаких проблем с такси нет. Вообще. Граб вызывается моментально. Приезжает... Слушайте, только наше посещение Ковбойского ранча. Слушайте, Ковбойская ранча не в счет, потому что Ковбойская ранча находится на Вселенной. И вот уже он нас ждет. Буквально с вызова прошло полторы минуты. Здравствуйте. Да, это я. А, ты в адрес? Да. Привет. Да, что-то какая-то беда, друзья. Нету, как бы, моря. Там, где оно должно было быть. Там что-то копают, что-то насыпают. Короче, песок. С морем. Да, мне такое ощущение тоже, что они расширяют границы острова, как, в принципе, и все делают на всех островах, на которых мы были. Вот. Все-таки появилось предположение, что отсутствие людей на улице связано с тем, что... на Рамадан, наверное, и ближе к вечеру все выйдут и будут есть. Посмотрим, просто все ставни закрыты, все кафе закрыты. Все кафе закрыты. Ну, слушайте, в Куалумпуре они тоже днем закрыты. Ну, хотя уже не день, уже пол шестого, поэтому... М-да. 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 Как бы, больше ничего не приходит на ум на русском. Что это, Дарина, что это? М-да. 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 Рикша. Прогулка на этом прекрасном велосипеде стоит 50 рентгит один час. Не закралась у меня мысль. А что я это бесплатно делаю? На самом деле мы приехали в старый город. Такая у нас фантазия была, армянская улица прочитали. То есть, короче, смысл в том, что вы видели, все закрыто по дороге. Вот здесь есть какое-то некое скопление китайцев. Не знаю, что они тут делают. Давайте посмотрим. Ну, выглядят обнадеживающе. Обнадеживающе тем, что мы все-таки что-то поедим. Вот, это прикольная штуки. В общем, это, как выяснилось, не совсем мороженое. Это просто замороженный дуриан. Натуральный, свежий замороженный дуриан. 9 рентгит одна штучка. Ой, какая-то красивучая территория. Темпл какой-то? Да. Храма китайского, мне кажется. Да, билеты, смотри, стоимость входа 10 рентгит. А это что? Что это такое? Первый раз вижу такое. Первый раз спала. Why not make you? Не знаю. Вот такой. Первый вид. А? This one with the fresh juice. Fresh juice? And with the spice. Spice. Yeah. Это каштаны. Или нет? А, это зажаренные? Spice. Короче, мы не знаем, что это такое. Это fresh juice такой. Какой-то тоже пресс-джу татуировку делают. Что? А это не укол, это больно. Ну вот, мы нашли фудкорт какой-то. Здесь много людей. Джей-джи. Джей-джи, прямо на нем название есть. Джей-джи фудкор. Джей-джи фудкор. Я вижу крупцы. По два рентгита, по три. Вон я вижу пельмени у них целая куча налегули. Где пельмени? Вот. Есть суп прям с пельменями. Давайте такой. Ну это пельменей. Вот, да, димсамы. Я тоже за них голосую. Главное выяснить, с чем они. И китайская еда вообще, по-моему, беспроигрышная и японская. Японская. Я по-настоящему начинаю становиться японской еды, потому что этим можно натормить реально детей из себя, потому что спасти я реально больше не могу. Даже не это украмает. Тут очень шумно, и вентиляторы так дуют, что мне кажется, что это припечатает в этот самый пол. Женя пошла на разведку, вернулась и говорит, там свежак, морепродукты лежат. Наверное, их могут пойти приготовить. Иди узнай. Хорошо сходило. Действительно, тут есть рыба и кальмары, крабы, большие ракушки. Всякие. Сейчас узнаем, сколько стоят. Вот у них есть менюшка такая, но почему-то не на все блюда есть цены. На какие-то указано, на какие-то нет. Короче, я понял, в чем фишка. Тут написано market price. То есть вы покупаете рыбу, а они уже ее вам готовят, как вы хотите. Выбираете какую-то рыбу. Например, вот эта рыба стоит 60 рингит за килограмм. Вот она. Рыбина получилась на 31 рингит. Вот такая вот большая. Вот, например, кальмар она взвесила. Один килограмм 80 рингит. Соответственно, здесь 285 грамм на 22 рингита. Да, и вот потом здесь можно выбрать уже блюдо, которое можно приготовить. Ну, в общем-то, стандартная тема буфета, да, когда вы на рынке выбираете морепродукты, они из них готовят. Но готовят бесплатно в этом случае. Мадам, изучайте. Это совсем вкусно, а вот эти божественные. Ты прям стоишь, что ли, не успела сесть сходу? Она несет такая, Женя, смотрю, короче, она несет такая тарелка, а Женя прям руками у нее выхватывает. Эти собрали. И прочее. Мы остаемся здесь. Настроение впадет. Мы уставшие, голодные. Мы еще не ели. На самом деле, с самого вчера. С самого вчера ничего не ели. Еще что-то подвезли. Это поджаренные тем самым, а это пропаренные. Дети ваши божественные. Надо подождать, они горячие. Как здесь? Это тебе, а мне, а мама? Принесли нам, приготовили кальмарчика, да, с луком. С овощами. С овощами. И рис отдельно на тарелке. И я заказал вот такую рыбку. Стим, вареную, да, получается, или не жареную. Что случилось? Мне повезло. Короче, я просил сделать не спайс, и они же послушали и сделали все наоборот. Вот это вот иногда, вот, планка, что такое не спайс. Ну, глянь, они, сколько красного этого перца. Они, наверное, подумали, побольше, побольше. Мало ей будет. Короче, Женя настаивает, чтобы я попросил их переделать. Не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. Они сказали, окей, забрали тарелку, сказали, подожди, сейчас принесем новый. Друзья, переди папой все. Получилось? Да, не, ну они реально хорошо приготовили. Короче говоря, все обошлось, все нормально. Поменяли без вопроса. Не, ну, в этом плане они молодцы, конечно. Поступили хорошо для них. Лук такой, классный шпорт дает, кстати, вот. Первый раз, какими, не кольцами, а вот, ну, как долголобка. И в соусе, соус хороший. Зачем этот чили, боже. Намели реально. И главное, в таком количестве еще ни разу не приносили. Такими стружками. Какие-то странные чувства вызвать вот это заведение прекрасное. Все по-хорошо, но пипец как шумно. Это ужасно, просто. Разговаривать невозможно, голос повышаешь, приходится орать. Слушать невозможно, башка болит. Короче говоря, все. Я забыл просто, что такое эти ночные рынки, Таиланда и прочее. Мы же какое-то время перестали на них ходить как раз-таки из-за этого. Это то, что очень громкая музыка, очень громкий народ. И, короче говоря, ты сильно-сильно-сильно устаешь. Тихое, спокойное китайское произведение. Чего мы мимо-то прошли? А? Почему мы с китайцами спокойно не поели? В какой-то веке китайцы едят. О, смотрите какой. Смотрите, какой прикольный. Вот не поспоришь, да? С граффити у них вообще все нормально. Смотрите, короче, на каждой стене что-то такое необычное. Это, я так понимаю, как бычки, встушенные в стену. Надо же заморочились. Короче, творческие они ребята. Похоже. Ну вот, было мы уже отчаялись. И вот, пожалуйста, красивенькая улица, этническая, индусская. Добро пожаловать в квартал Литал Индия. А, это Литал Индия есть. Поэтому нам его и советуют поставить. Это, по-моему, единственное место. Ладно, не буду говорить. Короче говоря, пока вот симпатичный этот, вот Аганкин. Вот этот мужчина, очень прикольно выглядит. И запах благоводия. Слушай, а в Куала-Лумпуре район Литал Индия вообще у меня не вызвал положительных эмоций. Там, кстати, тоже так приятненько было. Смотрите, какие домики интересные. А пахнет.